Попробовать все и оценить качество блюд школьной столовой. Активисты ОНФ смогли посмотреть, как организовано бесплатное горячее питание для младших классов. Меню в каждом регионе свое, но требования к нему везде одинаковые. Главное, чтобы еда была качественной, полезной и, конечно, вкусной. В этот раз общественники побывали в школах Кировского района. Остались ли довольны, расскажет Ватима Цыцваева. Первый визит состоялся в школу номер 3 селения Ильхотова. В пищеблоке готовят еду не только для учащихся младших классов, но и для старшеклассников из малообеспеченных семей. Бесплатным горячим завтраком здесь кормят около 200 детей. В столовой уютно, дети довольны. Мне нравится, что мы здесь кушаем. Сегодня вкусно приготовили макароны с салатом. Сегодня приготовили макароны, горох и тевтель. Сейчас буду пить чай с хлебом и сыром. Школьное меню разработано с учетом необходимого количества основных продуктов питания и требуемой калорийности суточного рациона. Утверждается оно территориальным отделом управления Роспотребнадзора. Эксперты уделили особое внимание к качеству продуктов, условиям их хранения и внешнему виду пищеблока. Увиденным остались довольны. Здесь есть все необходимое, чтобы школьники могли получать полноценное питание. А пустые тарелки – лучшие доказательства того, что готовят здесь с душой. Я всегда стараюсь стыдно, вкусно накормить детей. Я вот здесь стою, вы не поверите, смотрю на них и радуюсь. Прям любую на них смотреть, когда тем более у папы стощаются тарелки. Что-то поели, что-то не поели. Что-то им нравится покушать, что-то нет. Рыбу они хорошо кушают, пюре хорошо кушают. По мнению представителей ОНФ, тема полноценного школьного питания очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей. Помимо контроля за качеством питания, эксперты следят и за отбором поставщиков продуктов. Объектом их внимания стал и пищеблок второй Ильхотовской школы. Здесь ежедневно завтракают 203 учащихся начальной школы и 25 детей из малообеспеченных семей. Если к качеству продуктов и условию их хранения у экспертов претензий нет, то внешний вид столовой оставляет желать лучшего. Здание не ремонтировалось уже 55 лет. Обветшали столы, стулья, необходимо заменить все оборудование. На сегодняшний день, конечно же, нуждается школа в обновлении, потому что школа 1966 года была построена. Есть, конечно, недочеты. Конечно же, мы нуждаемся в более современной технике и в более современном оснащении самой столовой. Мы в программе на 2022 год надеемся, что этот ремонт все-таки состоится. Своя столовая, конечно, нужна каждой школе. Далее столовая первой школы Станицы Змейская. Здесь бесплатно завтракают 184 учащихся с 1 по 5 класс и 29 детей из малообеспеченных семей. Первое, что бросилось в глаза – чистота и порядок. Это при том, что столовая нуждается в ремонте. Требованиям не соответствуют газовые плиты и вытяжки. Есть еще одна проблема, на которую обратили внимание эксперты ОНФ. Для того, чтобы попасть в столовую, детям приходится переходить дорогу. Дети вынуждены ходить через дорогу, столовую и питаться. Движение, хоть и село, но это центральная улица, улица Ленина и довольно оживленное движение. Для начала, если там, ну пока не будет там строиться новая школа или какие-то другие моменты, сделать хотя бы пристройку к основному зданию, чтобы дети не ходили через дорогу. Вот это самое главное замечание. Эксперты ОНФ не только постоянно держат на контроле вопросы организации питания в школах, но и предлагают механизмы по его улучшению. С начала учебного года они обследовали более 80 образовательных учреждений республики. Фатима Задзоева, Алана Бзыкова, Новости Осетии.